Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые кировчане и гости столицы! Мы действительно сегодня столица, потому что у нас в гостях народный артист, актер театра, кино, педагог, народный любимец Александр Яковлевич. Михайлов! Как я себя зауважал, а теперь... А мы-то как вас любим. Хорошая, прилетел, прилетел, прилетел. Хорошая, хорошая. А это ревнует, ревнует. Я хочу вам сегодня задать такие вопросы, которые, как мне кажется, на грани слуха. А вы подтвердите, правда это или нет? Ну-ка, 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 давай. Вот скажите, есть такая история, мне кажется, она очень красивая, если это правда, то это просто... Что когда вы увидели девятый вал Айвазовского картину, вы захотели быть моряком. Правда. А когда вы увидели постановку в театре Иванов Чехова, вы захотели стать артистом. Это правда? Это непридумано. Да, сто процентов, и правда. Айвазовского, когда мне было, да, в четвертом классе я учился, и я увидел случайно в журнале «Огонек» эту картинку, я вырос на реке Анон, я заболел морем. Я не понял, не понимал, что такое может быть в стихии, такая мощная стихия, такие волны, это красота. Так что вот это правда. А потом, связан был я, дважды сбегал на Химовское, потом получил от мамы мокрым полотенцем крепенько. В смысле, маленьким сбегали ребенку? Да, в четвертом классе был, я сбегал, да, сбегал. А тогда набирали послевоенных детей, я сказал, что я сирота. Особенная сирота. Да, а у меня мама была, отца от не было, четырех лет. Один раз меня поймали сразу, второй раз поймали, мат, а тут самала. А потом, после окончания семи классов, я ее уговорил поехать в Волги-Восток. А скажите, вы же плавали, вы два года плавали? Ходил. Ходил, простите, да, это важное, важное, ходили, да. Что произошло? Как вдруг вы решили, что вы, ну, вот вы артист? Я в мореходку не поступил тогда, когда приехал в Волги-Восток, поступил в ремесленное училище. А после ремеслухи, после окончания ремесленного, я сбежал на корабль. Опять сбежал, пришел на корабль к рыбакам и попросил капитана взять на суд. Ну, посмотрел, я сказал, учеником моториста пойдешь, пошли. Хорошо, вот вы, да, ходили-ходили, и вдруг вы артист. Что, что, вот этот момент очень важный? Нет, нет, была катастрофа просто. А, вот. В Охотском море в 60-х годах было обледенение, погибло, были 70 человек. Мы потеряли связь и думали, что нас тоже посетила эта участь, но у нас не было ни одного смытого спалобы матроса. Но когда мы пришли в порт Владивосток, меня на причале встретила мама, потому что она никогда меня не провожала, не встречала, а тут стоит. Ну, я с радостью спустился по трапу, обнял ее и увидел прядь сведых волос. И когда я понял, что она пережила, она просто сказала, все, Шурка, море или я. На днях я смотрел фильм «Я киноман страшный», но раньше этот фильм не видел. И даже я не смог, я искал, не смог найти название, там, броневой, глузкий, какая-то шпионская история, и вдруг вы. Знаете, что меня поразило? Вы были в такой форме, вы были в джинсовом костюме. Да, да. Потрясающе здоровый, крепкий, с длинными волосами. Ну, Рэмбо просто детский сад поставил с вами. Что случилось, Гита? Мы ждем тебя четвертый день. Не хватило горючего, сели в джунглях. А это что за люди? Они со мной. Это была какая-то спортивная юность, это генетика. Как вам удается сохранять вот такую стать? Ну, в основном, геном, геном, геном. Я занимался легкой атлетикой, баскетбол, волейбол, все это у меня было. Но не стал профессионалом, но занимался рапирой одно время. Но это какие студенческие годы, был даже серебряным призером среди студентов. Ну, мне кажется, вашу фактуру мало использовали. Но вы правда, вы такой герой боевиков могли бы быть. Был один фильм, я снимал, я, Александр Сегель, это удивительный совершенно человек. Он меня утвердил в роли спортсмена, и потом он переходит в состояние каскадерного. Знаете, фильм «Ритт благородная дева». Да, 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 я смотрел. Так что там все сохранилось. Да, да, там немного было, да. Воду пьют за дураков. Все правильно. И вообще, всякая там личная жизнь и даже любовь, все это ерунда по сравнению с настоящим искусством. Ну, за нее-то я выпью воду. Смотрите, с вами два раза было, ну, я так прочитал. Два случая, когда вы, в общем, были на грани жизни и смерти. И один, как ни странно, был в фильме «Любови голуби». Счастливо оставаться! Ну, и мы снимали в Батуми, а там, на Черном море, там такие пандусы, такие двухэтажные, входят в море. Для кораблей или как-то такие пирсы, или ничего это. Падение из комнаты мы снимали в павильоне. В прощание. С супругой, с детьми, с собачкой, с этой, с дочкой. А последний кадр, когда он падает, мы снимали через, по-моему, через два с половиной месяца. И снимали это уже в Батуми. А уже в Батуми? Раздевали меня, помогали мне раздеться. Так вот, первый дубль был, ну, такой, не очень удачный. Ну, все, я всплыл, все нормально. Ну, по продолжительности он оказался очень длинным. За что Володя Меньшов им сделал втык водолазам. Второй дубль. Этот галстук, ну, он намок. И костюмерша еще сделал такой маленький, чтобы я покрасивший был, так взял, подтянул этот галстучик. Я падаю туда, водолаза раздевают, схватились за галстук, дерг, а вот это, и две руки здоровые. И еще сделать не могут. Я смотрю, начинают биться, биться уже, испугу в глазах. Я вижу сквозь маски испуг. Смотрю на них, я понял, что я уже вряд ли выплыл. Я стал бороться. Одно ударил кулок, тем челюсть, вторым потом... Они не понимали, что вы вздыхаетесь? Они не понимали, они не понимали. От страха. Потому что они выполняют задачу режиссера. Да, да, да. Вот страх, это страшная вещь. Они отстали, я выплываю, уже все, одну ночь я расхлебну. И этот приходит в сознание, хватает ногу и вернул меня к себе. Обратно? И опять схватились за галстук, да. И я видел случайно нож. И я говорю, почему ты нож свой приклеил? Ну, для форши. Вот нож взял и прикрепил. И я стал сучать по этому ножу. Он взял нож и разрезал. А, догадался? Догадался. Все. Вот так спаслось. Внешне, наверное, весь классический репертуар переиграли, нет? Нет, нет. Вы очень такой, какой-то у меня вы чеховский персонаж. Чехов всего. В тем год? Всего, да. Я только не сыграл Фирса из Вишневого сада и мечтают, когда мне будет 80, а я решил дожить до 88 без маразма, а там как Бог даст. И поэтому вот 80 лет как раз будет сыграть Фирса. А вы не слишком статный для Фирса? Нет, не стыдно. Нет? А это уже пластика, это уже пластика. Ну, интересно будет. И я бы хотел на это посмотреть, если честно. Вот если бы вам предложили поговорить, поужинать, неважно, встретиться с любым человеком, когда-либо живущим на этой земле, вот с кем бы хотелось? Я бы хотел Джек Млондон. Ух ты. Потому что первая книга, которая меня просто потрясла в свое время, это был Мартин Иден, уже когда я стал оформляться. Это еще раз, лишний раз, стимулировал меня опять всю жизнь с морем. Это было потрясение было. От этой книги. Я вообще считаю, что, наверное, каждому молодому человеку надо прочесть эту книгу. Там мужское начало очень заложено. Очень сильно. Да. А вот когда по-настоящему вы почувствовали, что вы актер? Знаете, наверное, каждый актер существует ради какого-то мгновения, когда ты можешь минуту-полторы держать зал. У тебя вырастают какие-то крылья, не знаю что. И ты можешь парить вот в этом пространстве вот это царство в хорошем смысле над себе подобных. Вот и ты начинешь владеть. Но это в моей жизни было всего раза три. И один раз это было, когда я играл Шаманова в спектакле, прошлом на этом Чилимске. Это было уже в Саратове. Второй раз это было, когда сыграл Ивана Грозного, Ивана Васильевича Грозного. Вот это для меня было тоже событием непростым. И Астров в Юрваловском театре играл Астрова с Владимиром Алексеевичем Андреевым вместе. Там все очень-очень икут был. Это был потрясающий спектакль. Я очень жалею, что этот спектакль не был снят на телевидении. Вы играли с величайшими актерами нашей страны. С величайшими. Взять только Любовь Голубин, Юрский. Юрский, да. Это что-то какое-то заоблачь. Дорошина. Дорошина. Великое Дорошина. И вы абсолютно не потерялись. Вы были один из-за этого. Вы были невероятно хороши. А вы были готовы внутренне? Тут очень важная деталь. Если с этим ощущением выходить на площадку, да, сохраняется некий элемент трепета. Но тогда вы не будете на одном уровне. Если не будете на одном уровне, тогда потеряете себя. Надо обязательно все это сбросить в комплексы. И я сегодня такой же, как они. На сегодняшний день. А потом я могу покраснеть. Могу уйти. Извиняться тысячи раз. Но чем грандиознее актер, тем он более способен отдавать. Зажигать партнера. Они настолько отдают, что ты даже среднего уровня актера, зажигаясь вот этой энергетикой, проведет вот эта взаимосвязь. Скажите, а вообще знаменитым быть красиво? Неприлично. Мне дед сказал, внук, запомнил. Деньги приходят, уходят, стыд остается. Не надо ровнять вот эти вещи. Это не одни весы. А то, что приходит и уходит, есть замечательное выражение у Будды. Бросай в меня камни, бросай в меня грязь, а я река. Вот она все смоет. Река – это моя судьба. Это тоже река. Река – это моя Россия, родина моя, которую я очень люблю. И переживаю за нее, страдаю. Ну, это не значит, что я со стороны страдаю. Я много делаю себя еще. А души это сейчас не говорят, сейчас редко говорят об этом. Ну, все-таки это сейчас. Ведь раньше актеры, они были маяки, на них ровнялись. Они какую-то несли какую-то мысль, философию. А тот же Гафт же сказал, что театр – это же сладкая попытка вернуться, что-то изменить. Как потрясающе у него, у Валентина Ильича Гафта, когда он посвятил тихторение Юрию Визбору, попса, помните? Да, да, да. Потрясающе. Попса, гробить шрапнелю нашей души, ее за это не привлечь к суду. Часть поколения выросла на чуши, а новая рождается в бреду. О, солнышко лесное, чудо-песня, как мы в неволе пели чудаки. Пришла свобода, стали интереснее, песклявые уродцы-пошляки. Слова ничто есть в опле в рождении. Тот знаменит, кто больше не здоров, кто вышел петь без всякого стеснения, без совести, без страха, без штанов. Где песня, чтобы спеть ее хотелось? Слова где, чтобы о веке не забыть? А что горла не только кусочек тела, который с кем-то очень хочет жить? С телекрана, как из ресторана, для пущей важности прибавив хрипотцы. Они пудами сыпят соль на раны, как на капусту или огурцы. В халатике бесполая фигура, запела, оголившись без причин. Противно это, спой нам, Юра, о женской теплоте и мужестве мужчин. Вот и все решили. Можно я тоже сегодня закончу стихами? Театр, сладкая попытка вернуться, что-то изменить, остановить на мгновение, потом увянуть, как цветок, и возродиться вдохновением. Играем, разрешает Бог. Друзья, у нас сегодня в гостях большое счастье. Был великий русский актер Александр Михайлов. Спасибо.